Хорошо слышно, да? Замечательно. Что-то у меня видно. Так, меня не видно. Тогда я его отключу. Сегодня я вам расскажу про рекрутинг в Одноклассниках. Я думаю, все знакомы с этой сетью. Одноклассники, да? Многие там зарегистрированы. Про то, как регистрироваться в этой сети, я останавливаться сильно не буду. Там, в принципе, все на уровне, ну, методом тыка, да, можно все сделать. Итак, самое главное, на чем остановлюсь, где брать номера для регистрации в Одноклассниках, да? Потому что для работы нам нужна будет не одна страничка и не та, которая у вас есть официальная, а новые рабочие страницы. Итак, с чего же вам нужно будет начать? Как я уже сказала, основную страничку оставляем в покое. Потом вы, если вы новичок еще, да, вы ее потом будете использовать для работы со своими друзьями, знакомыми, со знакомыми их знакомых и так далее. Мы делаем новые странички. Рекомендуется минимум пять новых страниц. Почему именно пять страниц, да? Почему ни одна, ни две? Потому что, ну, это как такой вот оптимальный вариант для того, чтобы активно работать в Одноклассниках. В Одноклассниках очень часто блокируют, и если вы будете с одной или с двух страниц очень активно работать, ну, эти две странички вас быстренько и заблокируют. Пять страниц — это такая возможность равномерно распределить активность свою, да, на все эти пять страниц. С каждой страницы выполнили лимит, и вы охватили огромное количество людей и не превысили лимиты, да, и вас не заблокировали. Поэтому вот мы выбрали именно вот эту цифру, да, многие пользуются именно пятью страницами. Если вы сделаете больше, будет здорово. Номера для этих страниц можно приобрести на виртуальных сайтах. Это онлайн-сим, там 12 рублей, и есть у нас смс-рек. Смс-рек я сейчас вот не помню точно, сколько там стоит, потому что сама пользуюсь онлайн-сим. Если не знаете эти сайты, запишите, да, вот они, ссылочки. У нас есть обучающие ролики, как работать с этими сайтами, да, как взять себе виртуальный номер, как зарегистрировать страницу с помощью этого сайта. Поэтому спросите у своего спонсора, он вам обязательно поможет и расскажет. На этом не буду останавливаться. Я сегодня остановлюсь больше на том, как же донести до людей информацию, да, чтобы они сами заходили к вам на страничку, чтобы они видели информацию, которую вы хотите им донести, да, и спрашивали у вас сами, чтобы не работать спамом. Наша команда не приветствует спам, поэтому мы работаем вот так. То есть люди у нас сами спрашивают и сами на нас выходят. Сделайте обязательно одну отдельную папочку с вашими красивыми фотографиями, чтобы вам потом на эти пять страниц не нужно было каждый раз выбирать, копаться в компьютере, да, у вас уже будет своя папочка, откуда вы будете быстренько загружать на эти странички фотографии. То есть пять страниц создать будет не так сложно, если вы все подготовите заранее. Обязательно нужно заполнить на странице профиль, подтвердить телефон, ну, как обычно, да, почту, загрузить фотографии и создать альбом успеха. Про альбом успеха я чуть дальше расскажу, покажу, что это такое. Сделать максимальную защиту от блокировок страницы. Это я услышала на обучении у своего партнера Ишковой Алисе. Алисе, спасибо за эту информацию. Я тоже сейчас стала пользоваться этим. Что это такое? Можно в поисковике найти символы для ников в Одноклассниках, ВКонтакте, и вам выдадут там различные символы. Их просто копируете и вставляете, вот видите, да, например, Ишкова, перед Ишкова, и после нее стоят такие некие символы. Для чего это нужно? Для того, чтобы, если вдруг кто-то, да, решит вам на вас пожаловаться, неизвестно за что, да, разные. Есть просто конкуренты жалуются, пытаются заблокировать странички, еще кто-то просто вредный человек, да, чтобы вашу страничку модераторы не так быстро нашли, заблокировать, потому что если будет просто русскими буквами и без всяких знаков фамилия, имя, то вас модераторы легко найдут, да, по этому имени. Если у вас будут такие значки, то это уже сложнее отследить. Еще можно фамилию и имени вставлять английские какие-то буквы, да, то есть просто переходите и, например, О, английская, а дальше уже русские буквы. Здесь как бы можно фантазировать. Значит, мы максимально защитили, да, свою страничку профилем. Далее начинаем наполнять ее фотографиями. Фотографии должны быть адекватные, красивые, да. Это вот фотографии наших лидеров. Здесь справа партнер, мой из моей команды, из команды Аны Шапира. Это вот наш Игорь Юняев. Очень мне нравятся его фотографии. То есть человек должен видеть вас как серьезного, да, вы предлагаете бизнес, вы не предлагаете какую-то ерунду. Если у вас будет какая-нибудь кошка или какой-нибудь там смайлик, я не знаю, ну, это не серьезно. Представьте, если бы вам какая-нибудь кошка предлагала работу, да, ну, вы бы согласились, но это смешно. Поэтому должно все быть красиво. Фотографии должны быть разборчивые, вы не должны быть там с миллиметр, что вас не разобрать, мужчина или женщина. Все должно быть вот, ну, как, к примеру, здесь, да, на страничке, на слайде. Далее я говорила про дневник успеха. Многие его называют альбом успеха, дневник успеха. В принципе, как хотите, так его обзывайте. Что это за дневник успеха? Есть такие, тоже подборка, можете спросить у своих спонсоров, либо зайти на страничку вышестоящих спонсоров, там скачать эти мотивирующие, да, слайды, не слайды, а картинки. То есть это выражения различных людей, уже умные выражения, да, такие там знаменитых людей, Роберта Киосаки и так далее. То есть все о том, чтобы люди могли задуматься, да, над своим успехом, над тем, как они живут и так далее. То есть увидели, что у вас вот такие вот умные есть зречения. Что мы делаем далее? Конечно же, нам нужно раскрутить страничку. Для того, чтобы пошел поток людей на страницу, чтобы люди начали видеть в дальнейшем вашу информацию, сразу никакую информацию мы не выкладываем. Нам нужно просто сделать красивую страницу, да, обычную страницу и наполнить ее друзьями. Как же это сделать? Кто к нам будет очень быстро добавляться без каких-либо проблем? Это люди, которые занимаются тоже каким-то продвижением, да, своей услуги, к примеру. Вот набираем в поисковике одежда, волосы, ногти и добавляем этих людей. Эти люди, они охотно добавляются в друзья. Далее вы сможете уже использовать их друзей, да, для добавления к себе. Тогда одноклассники меньше блокируют. Если вы просто будете выходить в поиск и добавлять уже, которые люди вам нравятся, да, выбирать, сразу они к вам не пойдут. Они увидят, что страничка пустая, что это для чего-то набирается, да, люди набираются и так далее. И никто к вам не пойдет. Мало очень людей, кто добавит вас в друзья. Поэтому вот таким способом мы пытаемся набрать друзей. Еще один способ набрать друзей – это через игры. Я думаю, многие играли в игры в одноклассниках, видели, там есть топ-игр. Вот выбираем мы топ-игр. Выбираем самые такие раскрученные игры, видите, да, сколько в эти игры играет людей. Заходим в эти игры. И далее мы выбираем сообщество. Есть сообщество, где нужно присоединиться, а есть сообщество, где можно, в принципе, и без присоединения в теме написать о том, что добавляйтесь в друзья. То есть в этих сообществах есть такие, так называемые, добавлялки в друзья. Они, конечно же, созданы для тех, кто играет в эту игру, да, и чтобы они потом друг другу дарили там различные подарки в игре, в этой, какие-то вручалочки делали, да, для себя. Но мы используем для добавления друзья, для раскрутки страницы. Вот когда вы зайдете в это сообщество, вот, к примеру, вот так вот будет выглядеть эта тема, да, видите, слева добавляемся в друзья. И в комментарии мы пишем, оставляем свой комментарий. К примеру, выделяем какими-нибудь смайликами, чтобы ваша просьба о том, чтобы к вам добавлялись друзья, да, очень красиво выглядела, и на нее обратили внимание сразу же. Пишите, добавляйтесь ко мне в друзья, да, там, рада буду видеть в друзьях и так далее, и оставляйте комментарии. И так по максимуму прям выберите самые такие раскрученные игры, да, где есть возможность добавлять друзья, и в темах пишите эти комментарии. Люди сами к вам будут проситься в друзьях. Далее, что еще, да, когда у нас уже появилось хорошее такое количество друзей из игр, из таких вот как волосы, ногти, да, различные другие какие-то люди, да, которые продвигают, например, продают какую-то одежду, тоже их можно добавлять. Тогда вы начинаете добавлять уже через возможных друзей, да, то есть люди к вам добавились, вы выбираете возможные друзья, и уже выбираете тоже из этих возможных друзей тех, кого вы хотите добавить. Здесь уже делайте отбор, да, не добавляйте всех подряд, то есть какие-то непонятные тоже фотографии, смотрите тех людей, с которыми бы вам хотелось работать, да, адекватные тоже фотографии, видно, что это реальный человек, а не, например, фотография какой-нибудь звезды и так далее, да, чтобы вы знали, с кем будете работать, потому что именно эти люди потом будут видеть ваши сообщения, эти люди будут видеть вашу информацию, и они у вас будут спрашивать о работе. Теперь, когда у нас страничка раскрученная, где-то от 200 друзей, да, мы набираем качественных друзей. Что такое качественные друзья? То есть мы в поиске целенаправленно отбираем тех людей, которые нам нужны, да, не всех подряд, вот как мы, например, волосы, ногти, да, там, одежды и так далее набирали, либо которые из игр к нам добавлялись, и там, конечно же, добавляются люди с различными фейковыми, там, какими-нибудь картинками, да, там, то есть ненастоящие фотографии даже стоят на профиле. Поэтому сейчас мы начинаем уже с 200 где-то друзей набирать именно качественных друзей. В поисковике мы выставляем, если вы хотите работать, например, с женщинами, да, либо с мужчинами, если кому-то без разницы оставляем пол-любовь, да, выбираем возраст, какой вам хочется, с кем хочется работать. Если нужно, город и так далее, да, то есть ставим все параметры и обязательно ставим галочку на сайте сейчас. Далее мы из списка выбираем человека, который, да, по фотографии нам очень нравится. Обязательно зайдите к нему на страничку и посмотрите, чтобы у него не было статуса о работе, да, чтобы этот человек не был в Арифлейм или, ну, если в другой, в принципе, какой-то фирме, то, в принципе, можно, да, в другой компании. Если этот человек находится в Арифлейм, смысл вам его добавлять, да, он уже здесь работает, перерегистрации нам не нужны. Поэтому обязательно осмотрим, чтобы страничка была чистая, да, ставим на фотографии оценку для того, чтобы человека заинтересовать, да, что ему поставили оценочку, не просто так, да, и добавили в друзья, ну, то есть сделаем такое приятное, да. Многие любят, когда им оценят фотографии, ставят пятерки, и тогда добавляем в друзья. Здесь вы уже сами отбираете, да, кого вам добавить. Добавляем до лимита, да, каждый день, не ленимся. Смотрите, добавили 5-10 человек, делайте перерыв. Еще 5-10, еще перерыв. Если у вас будет очень большая активность на страничке, вас быстро заблокируют. Только после того, как от 100 человек, да, примерно у вас на страничке появилось, вы тогда уже можете начинать выставлять информацию о работе. Ну, что я вам предлагаю? В статусах не ставить информацию, да, стараться не ставить о работе, потому что если вы будете ставить в статусе и ходить по друзьям, да, в гости просто к людям заходить, то это будет как реклама. Я дальше об этом расскажу и за это баню. Я рекомендую, мы сейчас работаем личным брендом, то есть раскручиваем себя как лидера, да. Люди видят вас как человека, как успешного человека, как человека, который предлагает что-то интересное, да, а не просто статусы о работе, а видит именно живую страничку. Вот мы работаем брендом, мы развиваем ленту активности, да, мы добавляем какие-то интересные заметки. В статусе можно поставить, но на некоторое время какую-нибудь информацию. Вот я уже говорила про личный бренд, да, потом люди к вам идут на вас, да, на личность, на события, и уже сами интересуются у вас о том, что же вы предлагаете. Делаем живые статусы, если вы хотите поставить статус, да. Поздравление команде. Интересные фотографии из жизни, красивые популярные опросы. Пополняем фотографии в альбоме «Успеха» либо «Дневник успеха», да, как назовете. Ни в коем случае на статусах и фотографиях не отмечайте людей, потому что за это могут заблокировать. Поздравление команде, да, если у вас еще нет команды, вы новый партнер, вам, по сути, нечем еще похвастаться, да, просто зайдите на страничку своего спонсора, скопируйте информацию у него, да, что он пишет в своей ленте активности, что он пишет в статусах, и выставляйте у себя. Я думаю, ваш спонсор не будет ни в коем случае против, если вы будете пользоваться его статусом. Алена Родионова всегда в открытом доступе держит свои статусы, да, говорит, заходите, пожалуйста, берите и выставляйте. То есть никаких проблем, если вдруг у вас еще нет какого-то результата, да. Как размещать статусы? Сейчас одноклассники статусы о работе очень часто удаляют. То есть вы поставили, да, они удалили, поставите еще раз, они удалят. А третий раз поставить, могут заблокировать страничку. Статусы, какие-то поздравлялки тоже, поэтому я рекомендую. Выставили статус, да, к примеру, чуть-чуть подержали в статусе и опустили ее в ленту активности. То есть убрали статусы просто как заметочку, да, сделали, и все. Вообще статусы, ну, честно, я вот сейчас не работаю статусами, я больше вот наполняю именно ленту активности, да, заметками. То есть заметки, заметки, заметки. Очень редко бывает поставлю что-то в статус, но стараюсь его быстренько убирать, чтобы не заблокировали. Как же можно сделать заметки, да, чтобы их тоже не удаляли, потому что заметки тоже могут удалять. Три способа ставить заметки и статусы. Напрямую на странице в Одноклассниках, я потом расскажу подробнее, через группу в Одноклассниках и через страничку ВКонтакте. Первый способ. Ну, я думаю, все знают этот способ, да, вот здесь я напрямую поставила в статус заметку. То есть у меня поздравлялка, да, моего партнера, я все вставила. Вот такая вот, видите, внизу строчка добавить заметку, да, здесь можно фотографии поставить, здесь можно музыку поставить, здесь опрос можно сделать, заметку написать и так далее. То есть это прямой способ. В принципе, я думаю, каждый знает, как его сделать. Если нет, у нас тоже есть видео обучающих, как это все делать. Все это можно найти в Ютубе, ничего страшного. Второй способ – это через группы. Это группа, к примеру, Анны Шапира, да, у меня тоже есть своя группа, но я почему-то сфотографировала ее, да, сделала скрипт. То есть создаете свою группу. Не обязательно будет она у вас раскрученная, нераскрученная, она нужна вам для того, чтобы поставить в ней, сделать в ней тему и потом сделать перепост на свою страничку. То есть точно так же, да, в такой же строчке, только здесь она называется «Создать новую тему», вы вносите, да, все, что вам нужно. Поздравлялку какую-то, либо какую-то информацию о работе, либо скрины зарплат, например, если вы взяли у спонсоров, да, или вы сами владеете этими уже зарплатами. И делаете эту темку. Далее, вот видите, внизу есть такая стрелочка «Поделиться», да, нажимаете на эту стрелочку «Поделиться», выходит вот такое вот окошечко, где вы можете написать еще дополнительно свой комментарий к этой заметке, да, то есть остается эта вся заметка, и плюс еще вы пишете какой-нибудь свой комментарий. И этот комментарий вы можете также поставить либо в заметку в статус, да, либо просто это будет в ленте активности. То есть смотрите «Ставить», «Галку не ставить» и нажимаете «Поделиться». Таким способом у вас в ленте активности появится информация. Так, на вопросики потом отвечу, хорошо? И третий способ. Третий способ через страничку ВКонтакте. Если у вас есть аккаунт ВКонтакте, там за скрины зарплат, да, за какие-то статусы о работе не банят. Выставляете там статус. Обычный статус также делаете, да, вот я, например, сделала, получила доход, да, получила премии, я это все зафиксировала в статусе ВКонтакте, открыла эту заметку свою, два раза щелкнула по своей заметке, когда я ее оформила, да, появилось вот такое вот окошечко. Далее я копирую, правой кнопкой мыши щелкаю прямо на этой заметке и копирую адрес, адрес этой заметки. Далее вставляю этот адрес заметки в ту же строку, да, где мы ставим статус, где мы добавляем заметку. И здесь уже тоже мы выбираем либо галочку «Поставить заметку», либо просто «Поделиться». Нажимаем. И вот так вот, как вот сейчас у меня внизу, да, здесь будет написана ваша заметочка, то есть написана «Стена ВКонтакте», да, и будет фотография. То есть фотографию вы тоже там можете выбрать. Если у вас несколько фотографий было в заметке, вы выбираете любую из них, которая будет у вас в статусе, да, здесь. Можно поставить несколько таких заметок, да, то есть сразу же несколько информаций, то есть одну заметку скопировали, поставили здесь ссылочку, далее нажали на карандашик, появилась еще одна строчка, еще можно добавить ссылочку. Засылку ВКонтакте не бамят. Вот это очень интересно. Я дальше еще расскажу, как можно будет использовать ВКонтакте для того, чтобы сокращать ссылочки. Вот засылки ВКонтакте, они проходят очень хорошо, и за них не бамят. Далее, когда мы уже набрали, да, людей, когда мы уже начали развивать свою страничку и ставить статусы различные, либо развивать свою ленту активности, нам нужно еще привлекать внимание к нашей страничке, да, не только тех людей, которые у нас друзья, но и со стороны. Как это сделать? К примеру, я пользуюсь таким приложением «Модератор одноклассников». Мое приложение. Вот видите, его можно в кайсковике найти, да. Вот так вот оно выглядит. Видите, значок «Модератор», значок «Одноклассников» и написано «Мое приложение». То есть есть группа, а есть «Мое приложение». Обязательно выбирайте приложение. В этом приложении можно по максимуму ставить оценки. То есть вот пока есть фотографии, вы оцениваете, да, либо в спам отправляете эту фотографию, то есть чтобы вы не допустили ее до выставления в «Одноклассников», да, либо можете ее оценить, либо просто поставить галочку. Мы здесь используем пятерочки, да, мы ставим всем людям пятерки. Люди видят, что вы оценили фотографию, да, и начинают к вам заходить на страницу. Здесь можно сколько угодно. Здесь бывает 2000 фотографий, бывает больше. Вот пока прям палец не устанет тыкать, да, на эту пятерку оценивать. Но здесь, конечно, тоже я вам рекомендую оценивать фотографии хорошие, да, не какие-нибудь там картинки и так далее. То есть смотрите, опять же, с кем вам потом работать, кого вы хотите привлечь к себе на страничку. И ставите пятерочки по максимуму. В этом же приложении «Модератор» можно заработать, поучаствовать в аукционе и получить пятерки с плюсом бесплатно. Когда вы оцениваете фотографии, да, вы зарабатываете очки. Вот видите, всего очков у меня под галочкой зеленой, да, видите, там всего очков 3734. Эти очки вы можете потратить на аукционе. Вот такой вот аукцион. Вы ставите свою ставку, да, и можете выбирать, например, оценка пятерка плюс на 7 дней, на 5 дней и так далее. То есть там разные. Можно невидимку выбрать. Ну, я использую здесь пятерки плюс. Конечно, здесь очень бывает сложно угадать. Многие пользуются этим приложением, да, аукционом. И не всегда можно выиграть, получить пятерку плюс. Но эти аукционы, они очень часто проходят, поэтому пробуйте. Несколько раз я выигрывала, да, то есть я имею в виду в день. У меня очень большое количество очков всегда набирается. Я по максимуму всегда все делаю здесь. И набираю пятерки плюс. Где пятерки плюс можно использовать? Также потом, когда вы будете оценивать, набирать качественных друзей, да, можно, когда вы уже до лимита добавили в друзья, например, потом уже просто ставить оценки людям, да. На пятерку плюс люди реагируют намного лучше, потому что это как бы платная оценочка, да, и люди считают, что, ну, вы прям потратились на них, да, кто же это так вот не пожалел на меня денежку, да, и зайдет посмотреть. А тут у вас лента активности, и в ней очень много информации. И информация очень интересная, красочная, и многие люди, да, на это реагируют и начинают спрашивать, что же тут такое, да, либо благодарят вас, например, в личку спасибо за оценку, а что вы здесь продвигаете, или там расскажите о работе, и так далее. То есть люди сами идут на вас, да, вам не нужно им писать в личку и навязываться. Смотрите, про ссылки я говорила, да, «Одноклассники» такая очень сейчас капризная сеть, раньше ссылки проходили любые, потом стали банить, сейчас пишут прям красными буквами, что что-то там не так, да, что-то вы внесли не так, мы не можем разобраться, но там какая-то фраза у вас не такая в статусе, да, когда вы вставляете заметку. Я пробовала разные сократители ссылок, к примеру, в заметку хочу кинуть, да, в эту ленту активности, например, свой сайт. Многие создают свои сайты, свои блоги, да, и очень хорошо они работают, если вы просто в заметочку кидаете, да, эта заметка уходит, кто-то поставил класс, кто-то зашел там, посмотрел, да, перепост сделал и так далее. И эта ссылка, она потом гуляет по одноклассникам, вот так вот я заходила на свои очень-очень старые сайты, которые я давно ими не работаю, и я вижу, что с одноклассников есть поток людей, то есть до сих пор эти ссылки у меня работают. Ни в коем случае просто в статус ставить не нужно ссылочку, а именно как заметку использовать. Набираете в гугле сократитель ссылок ВКонтакте, вам выдается вот такая вот, то есть там выйдет, да, ВКонтакте сократитель, заходите туда и сокращаете ссылочку. Ссылка получается, как будто вы переводите на страничку ВКонтакте, да, то есть, ну, социальные сети, видимо, все равно, они друг другу доверяют, и поэтому одноклассники пропускают такие ссылки, если сократить здесь именно. Хотела сказать про лимиты в одноклассниках, да. Обязательно нужно эти лимиты соблюдать, чтобы меньше было блокировок. Смотрите, обычный пользовательский аккаунт может достигать только, набирать только 5000 друзей максимум. Больше 5000 вы не сможете раскрутить страничку. Поэтому мы используем 5 страниц, да, чтобы у нас больше было количество людей. Мы могли в разных городах, в разных регионах работать и так далее. Приглашайте в друзья из поиска в одноклассниках 5-15 человек в сутки, не больше. Потому что, если больше, это будет активность, да, и вас могут забанить. Приглашение друзей из возможных друзей. 4-9 человек раз в 6 часов примерно. Здесь может быть, конечно, чуть-чуть погрешности, да, но вот это примерные такие цифры. Если вы их будете придерживаться, блокировок будет намного меньше. Далее. Технически можно высылать 50 сообщений, но если вас 3 человека поставят как спам, да, то вас заблокируют. Я не рекомендую писать самим в личку, да, какие-то сообщения о работе. Если человек сам у вас не спросил. Ну, вот я так не работаю в одноклассниках. И вообще не рекомендую никому, да. Зачем терять такую хорошую страничку, если на нее могут зайти люди и сами у вас все спросить. Раскручивайте ее, раскручивайте себя как лидера, и все будет хорошо. Далее еще вот такая информация. Если ваш статус несет коммерческий либо рекламный характер, и вы ходите в гости, просто даже ходите в гости, либо оцениваете фотографии, да, вас могут тоже заблокировать, расценить как активную деятельность и заблокировать распространение спама. Поэтому из-за этого я не рекомендую ставить все-таки в статусы какую-то информацию рекламы, да, о работе и так далее. Лучше, чтобы это было просто в ленте активности. Почаще просто эту ленту активности добавляйте в нее информацию, да. Одну информацию. Сначала, например, какую-то поздравлялку. Далее, например, какие-нибудь скрины, да, если это зарплата уже появилась. Какой-то умный статус, да, к примеру, выражение каких-либо знаменитостей, да, людей, которые достигли результатов в бизнесе и так далее. То есть умные излечения. Умозаключения какие-то. Ну, то есть, чтобы ваша лента активности была очень интересной, но давала все равно информацию о том, что что-то здесь, информация именно о работе, да. Намек на то, что здесь именно о работе. Можно спросить, что-то здесь продвигают. Вот. Ну и, в принципе, у меня все. Я постаралась быстро, думала, не уложусь. Что-то я очень быстро уложилась. Тогда я сейчас начну отвечать на все вопросы, да. Да, не сказала. Работать как дальше, да. У многих сейчас, я думаю, вопрос, ну а как дальше? Пригласили мы людей, как дальше? Например, я работаю как? Когда у меня человек начинает спрашивать о работе, да, или что вы здесь продвигаете, я использую скрипты работы скайп-созвона Надежды Санниковой. Спасибо ей огромное. Она скидывала и в чаты, и можно спросить у своих спонсоров информацию именно по этим скриптам, да. Есть видеоролики на YouTube записаны, она рассказывает эти вебинары. То есть я просто записала вот этот вот скрипт и работаю этим скриптом, да, в переписке. Конечно же, я работаю не только перепиской. У меня три способа работы. Во-первых, я стараюсь человека вывести на скайп. Если человек всячески отмекивается, да, то я ему говорю, можно созвониться, например, прямо в Одноклассниках. В Одноклассниках есть такая возможность, правда, не со всеми, да, у кого есть такая возможность, там есть трубочка появляется, можно созвониться. Если, опять же, этой возможности нет, тогда я работаю перепиской. То есть выбирайте для себя удобный способ. С шаблонами я пользуюсь вначале, то есть какие-то определенные моменты я сразу, чтобы долго не обсуждать, потому что много заявок, да, спрашивают о том, что вы предлагаете, о чем вы рассказываете, что здесь такое. Чтобы долго не печатать, я, конечно же, первый такой вот шаблончики небольшие кидаю. А дальше уже отвечаю, конечно же, на вопросы, на возражения и иду уже от самих вопросов человека, да, что дальше говорить, о чем говорить. Так, все, начинаю отвечать на вопросы, потому что чат не читала. Так, так, так. Сильно пролистнула. Мария, да, спрашивает. Я там уже зарегистрирована, она не нужна. Ваша страничка, она нужна, но если ее заблокировать, представьте, да, вам ее очень будет жалко, потому что это ваша родная страничка, у вас там друзья, знакомые. Эту страничку оставьте для друзей, да. Когда вы начнете зарабатывать, когда вы, у вас появятся результаты в этом бизнесе, вы постепенно начнете тоже в той ленте активности добавлять какую-то информацию, и тогда ваши друзья будут идти уже на ваш результат. Они будут видеть эту активность, да, они будут видеть ваши результаты, и будут спрашивать у вас, и уже у вас регистрироваться. Сейчас многие лидеры именно работают и своими страничками, и раскрученными страничками, но на начальном этапе новичкам не нужно работать со своей основной страницей, создаем новую. Александр, да, не обязательно одноклассники, сегодня просто тема одноклассники, мы работаем в разных сетях, у нас очень много информации, да, много обучающих вебинаров, сегодня именно тема одноклассники. Так, Ну, конечно, если ссылку отправят на профиль модератором, там, может быть, конечно, и не помогут, да, вам эти значки, но, в принципе, обычно там пишут, да, какое-то имя, фамилию, либо пытаются распознать. Для чего еще эти значки? Если у вас будет несколько страничек, да, мы рекомендуем писать ваши реальные фамилию, имя, да, и если вы везде будете писать просто русскими буквами, не зашифровывать свою фамилию, имя, то модераторы увидят одинаковые страницы, и вас просто заблокируют, да, остальные странички оставят более старую, а остальные заблокируют. Когда вы добавляете английские буквы, какие-то вот эти вот звездочки, там, галочки, тогда эта страничка, она уникальна, она будет отличаться от вашей основной, и будут считать ее совершенно другой, да, то есть это другой человек уже, другой профиль совершенно. Так, смски будут приходить на виртуальные номера, они приходят прямо на том же сайте, есть подробная инструкция, можете найти, там все подробненько написано, показано, как это все делать. Так, про фамилию реальную, да, ну, можно поставить, самое главное, чтобы было реальное имя, потому что люди, которые с вами потом будут работать, они будут к вам вращаться по имени, если вы были там Таней, а потом вы оказались в Марше, ну, это будет не очень приятно, да, вы на начальном этапе уже человека обманули. Фамилия, может быть, поменяется, да, особенно у девушек, может быть, девичья, может быть, фамилия мужа, да, здесь, конечно же, расхождение на фамилию, как обычно, сильно не обращают внимания, главное имя, к вам будут обращаться именно по имени, имя оставляйте реальное, а фамилия уже, ну, на ваше усмотрение. Так, так, так. Виртуальный номер привязывается к страничке, да, если вашу страничку, например, как, то есть вы этот номер сможете потом посмотреть на том же сайте, они сохраняются у вас там в истории, да, где вы будете брать этот виртуальный номер. Например, если мы работали с Авито, там даже можно повторно прислать код, да, активации на этот же номер, заказать повторный, то есть этим номером вы потом сможете пользоваться, то есть смски получать, да, с этих сайтов, на которых вы зарегистрировали этот номер. То есть все нормально, не переживайте. Мы этими сайтами давно уже пользуемся, все получается. Так, дальше не вижу больше никаких вопросов. Запись идет. Так, 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 прослушали. 150 друзей Гульнара, это очень мало. Вот мы раскручиваем, я заметила, что очень хорошо странички начинают работать, они начинают работать на вас, да, до этого вы работаете на страничку, каждый день в нее вкладываете, а после время, конечно, вкладываете, не деньги, а время, и потом эти странички начинают на вас работать, когда уже за тысячу. Когда за тысячу какая-то любая информация, начинаются прям вопросы, начинаются какие-то прям активности на вашей страничке, люди заходят, смотрят, читают. То есть вот тысяча, после нее вы уже можете смотреть, да, сколько у вас в нее регистрации. Поэтому 150 это не показатель, это мы только начинаем раскручивать страничку. Видео можно добавлять на стену, да, в одноклассниках, в смысле, в ленту активности. У меня есть, я вот сама провожу тоже ВВО, я свою запись поставила. У меня там тоже уже есть перепосты, да, то есть классы люди ставят, распространяют эту информацию. Записано у меня это видео. Очень хорошо, если вы видео будете выставлять не чье-то, к примеру, создадите свой канал YouTube, у нас тоже есть обучение по тому, как создавать канал YouTube, да, и зальете этот ролик себе на канал YouTube. И далее добавите там, к примеру, какую-то информацию о своем бизнесе, о своей работе, либо регистрационную форму, да, добавите туда. И когда люди будут смотреть ваш ролик, они будут к вам переходить, да, а не к кому-то. Если вы просто чей-то ролик поставите, то люди могут зайти на этот канал YouTube, да, и увидеть левую регистрационную форму, либо чужую информацию, контакты и зарегистрироваться у этого человека, да, поэтому обязательно создавайте тогда канал YouTube. Засылку на рекрутирующий блог банят. Ну, меня банили, когда я в открытую ставила, да, то есть именно в статус меня банили. Сейчас у меня до сих пор висят ссылки на рекрутинговый блог, сайт, то есть у меня их очень много, и сайтов, и блогов экспериментировала, и везде я ставила именно в ленту активности. У меня они висят. Я вот сокращала через ссылку ВКонтакте, да, и добавляла в ленту активности. То есть какая-то информация идет, идет, потом раз, ссылочка на сайт. То есть там есть фотография моего сайта, появляется сразу же, когда ссылку ставлю, и кидаю ее просто в ленту активности. Меня не банили. Если, конечно же, вы зачистите, да, будете прям постоянно одни ссылки ставить, их будете ставить в статус, но я думаю, здесь уже модераторы могут заметить это все. Если это, между прочим, например, несколько раз, там, два раза в неделю, или раз в неделю, в принципе, ничего страшного, я думаю, не будет. Так. Перепост. Из группы нужно будет ставить перепост, да, то есть вот эту вот кривую такую стрелочку, и тогда вы сможете добавить свою заметку, и она у вас появится вот именно в ленте активности, как ваша заметка, да, только скопированная из группы. Если вы просто класс поставите, то ваши люди будут заходить именно в группу, и будут смотреть эту группу, а не вашу страничку. И спросят у того человека, кто создал эту группу. Если вы создали группу, то ничего страшного, а если вы делали перепост из чужой группы, то человек может уйти к другому, да, у кого бы этот перепост не сделали. Так. Разблокировать страничку способы. Ну, честно, я не знаю, как разблокировать страничку. Там обычно просят распознать пять друзей, да, но если у вас пять тысяч друзей, и тем более которых вы не знаете, ну, вряд ли вы их назовете. Я думаю, что здесь уже никак. Конечно, жалко, когда раскручены очень странички, но, ребята, это рабочий момент, да, очень много блокируют, если вы сильно активничаете. Для этого и нужно много страниц, чтобы вы постепенно, да, на каждой страничке делали небольшую активность, но именно охватывали большой круг людей. Например, как я делаю? У меня одна страница на один регион, другая страница на три, на второй, там, на третий, на города имеется в виду разные, да. И я вот так вот подписала. То есть каждый раз я меняю эти города. Порекрутировала в одном городе по максимуму, да, потом перехожу на другой город. И все странички у меня на разных городах, чтобы они не перекрещивались, да. И вот так я охватываю, можно сказать, всю нашу страну, да. Так. Что еще? Ну все, вопросов я больше не вижу. Ребят, спасибо огромное, что пришли, послушали. Запись есть? На оповещение. Можно отвечать на оповещение одним разом, или в каждое нужно заходить. Не поняла, на какое оповещение. На сообщение людей? Или вы имеете в виду на комментарии, которые пишут? Если на комментарии, ну, нужно заходить в каждый комментарий и отвечать. Если вам пишут в личку, да, вы в личку и отвечаете тому человеку, кто вам задал вопрос. Много людей откликаются, если правильно работать. Если работать неправильно, да, можно просидеть. Вот если вы набрали 200 человек, да, и выставляете там статусы, выставляете информацию, а люди у вас ничего не спрашивают, и больше вы не раскручиваете страничку. Ну, здесь результата, конечно, не будет. Нужно раскручивать страничку по максимуму, но в пределах возможного, да, то есть в пределах лимита. Я сказала, да, с тысячи друзей уже хорошие результаты идут. Уже с тысячи людей страничка начинает работать на вас. Если вы... Так, смотрите, ну вот я говорю, я тоже раньше спрашивала почту у людей, да, потом скидывала им информацию. А сейчас я не спрашиваю почту. Я спрашиваю, есть ли у вас возможность выйти в Skype, чтобы я могла вам подробно рассказать. Если человек отказывается, я начинаю переписку. Переписку уже именно с ним в личку, да. Ссылки в личку я не кидаю на свой блог и сайт. Они у меня, вот я говорю, только в ленте активности. Если в личку, то там очень быстро могут забанить. В личку не кидайте ссылки. Если человек уже будет готов с вами работать, да, обговорены вся информация, все нюансы, тогда можете спросить его почту, сказать, чтобы вы выслали ему информацию, да, да мне еще, как присоединиться к команде. Тогда он вам дает почту, и для этого используйте почту. До этого обязательно не нужно никаких ссылок в личку кидать. Как долго раскручивать? Ну, вы знаете, 100 человек можно набрать, ну, за 2 дня, я думаю, можно. Если вы вот очень активно будете раскручивать страничку через игры, через ставить пятерочки, да, многие потом добавляются в друзья. Ну, вот в основном через игры, да, и через вот эти вот ресницы, волосы, ногти, да, люди, которые продвигают эти услуги. Если через них вы раскручиваете страничку, очень быстро набираются друзья. Вконтакте меня можно найти. Так, ну, у меня сейчас закрыто. Акимова Екатерина, у меня там 2 странички. Барнаул. И там, и там у меня Барнаул. Так. Более 20 друзей добавлять не дают. Ну, вы добавляете их откуда, да? Если, смотря откуда, если вы добавляете из поиска, там свой лимит, да? Если вы добавляете из возможных друзей, я говорила, какие там лимиты. То есть там нужно просто выдерживать какой-то промежуток времени, через время вам опять дают возможность добавлять друзья. То есть смотрите, разные способы здесь добавляют друзья, да? С готовыми аккаунтами есть сервисы, но вы знаете, часто продают странички реальных людей. То есть человек даже не знает, что вы пользуетесь его страничкой. Зачем? Я вот не хочу, например, человеку гадить. И, во-первых, там его фотография, его личные друзья, да? Это человек быстро узнает, что его страничку взломали, и вы потеряете деньги. Он, пожалуй, модератором, либо поменяет пароль, да? Вы потеряете страничку и деньги. Зачем рисковать? Лучше самому создать свою страничку, раскрутить ее так, как вам нужно, найти тех людей, которых вам нужно, добавить их в друзья и работать. Мне кажется, так проще. Да, спасибо, дочь. Мы рассматриваем сейчас личный бренд, да? Личный бренд, он тоже, это та же самая рекрутирующая страничка. Просто здесь мы раскручиваем себя, да? Мы не просто делаем рекламную какую-то страницу, где просто идет тупо реклама, как доска объявлений, да? Мы не делаем просто доску объявлений. Мы рассказываем и о себе, и о своей команде, и о команде продвижения, да, о лидерах, о возможностях. Все это у вас на ленте активности появляется. И люди, читая ее, это намного интереснее, чем просто читать просто такие вот цитаты, да, или, как сказать, объявления о работе. Ну, объявления можно зайти на сайт и почитать. Никто сейчас на это уже не интересуется. Сейчас идут на людей, сейчас идут на успех, на результаты, да, на какие-то интересные такие моменты, на фотографии красивые. Поэтому как вы свою страничку оформите, как вы ее будете раскручивать, и что вы туда будете добавлять, от этого будет очень многое зависеть. За месяц можно, да, и если вы, Глеб, капитально возьметесь за страничку, да, ну, не активничать, не за раз, да, стараться набрать огромное количество людей, постепенно. Первое время, когда у вас больше будет друзей, вам больше будет даваться линей добавлять в друзья. Там уже будете смотреть, да, чуть больше, чуть меньше. Но за месяц до тысячи, в принципе, реально раскрутить страницу. Ну, смотрите, с личным брендом я, например, пишу как. Я сейчас индивидуальный предприниматель, у меня бывают такие строчки проскальзывают, да, например, ИП Акимова требуются сотрудники для работы на личном ПК, да. Один раз, например, в какое-то время, я там, например, в недельку кинула такую ссылочку. Чисто именно постоянная информация о работе, да, там объявления, как мы вот раньше, например, работали, что требуются сотрудники, требуются сотрудники, вот этого я не пишу. Больше, конечно же, эмоциональные какие-то информации, то есть поздравление своих партнеров, поздравление себя самому, да, какой-то перепост с группы и так далее, если кто-то меня поздравляет и так далее. То есть скрины зарплат, чтобы люди видели это все в реале, а не просто словами, да, это было написано. Прямо вот фотографии скрины. Так, ну вот сейчас я попробую запустить. Я из другого браузера зашла, сейчас секундочку, ребят, скину вам тогда и ВКонтакте, и, сейчас, доченька, и ВКонтакте, и в родноклассниках. По одной страничке, а то мне... Ага, сейчас, доченька. Сейчас я вам тогда быстренько сброшу, ребят, если вопросов нет, я тогда отключусь и ссылочку прямо сюда сброшу, а то у меня уже тут ребенок забывает. Ага, все, всем спасибо, сейчас я быстренько кину.